О политике двойных стандартов Франции, которая не теряет надежду на то, чтобы очернить Азербайджан в главах мирового сообщества, мы поговорим с Кемалом Макелялиевым, доктором юридических наук, старшим преподавателем Ютерборского университета. Здравствуйте, Кемал. Слышите вы меня? Кемал? Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Кемал, ну вот цель Франции, она понятна, она хочет утвердиться в регионе Южного Кавказа, и как раз таки Армения это вот тот проводник, с помощью которого она собирается это сделать. Как вы все-таки считаете, может ли Париж, вот такой удаленный игрок, предпринимать какие-либо активные действия на Южном Кавказе? На данный момент у Франции на Южном Кавказе очень мало рычагов политического влияния. Но фактически нету никаких предпосылок для того, чтобы говорить о том, что Париж может как-то влиять на политическую ситуацию на Южном Кавказе в какой-либо четкой манере. Поэтому на самом деле Парижу очень сложно влиять на какие-либо политические процессы. Это касается всех трех стран Южного Кавказа, включая и Азербайджан, и Армению, и Грузию. Следует отметить, что Франция пытается стать игроком на Южном Кавказе. Она это делает активно через текущую политическую ситуацию в Армении. Она пользуется тем, что Армения не чувствует себя в полной мере уверенно, как она это раньше делала геополитически. И поэтому сейчас, в тот момент, когда правительство Никола Пашиняна пытается искать себе новых союзников, и по большей части это внешние игроки, а не игроки региональные, Франция посылает сигнал о том, что она может стать таким вот надежным партнером, который будет поддерживать Армению и все ее политические авантюры, и таким образом пытается укрепить свое влияние через Армению на геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. Но пока что мы не видим того, чтобы Франция могла в какой-то момент, например, конкурировать с Россией, которая в Армении намного более закреплена как исторически, так и, понятное дело, политически, экономически, или конкурировать даже с той же самой Грузией, которая очень тесная связь с Арменией. Поэтому здесь есть моменты, да, то есть Франция достаточно новый игрок в регионе, в том смысле активный игрок в регионе, потому что, естественно, Франция была представлена в регионе и до этого, но не настолько активна, насколько она пытается предпринять сейчас. И в этом смысле, конечно же, говорить о том, что Франция может на что-то влиять, пока еще преждевременно, и я думаю, что процесс этот займет очень длительное время, если Франция действительно будет настойчиво пытаться влиять на политику Южного Кавказа. Кемал, вот смотрите, в Париже, в принципе, позволяли Армении все эти долгие годы оккупации, азербайджанские территории нарушать законы международного права. Вот сейчас мы видим, что Франция выдвинула на рассмотрение в Совет Безопасности ООН резолюцию, опять же, да, вот двойные, опять же, стандарты Франции. Чего они хотят добиться вот такими вот резолюциями, постоянными вот какими-то обвинениями? Вы знаете, я не очень люблю фразу, на самом деле, двойные стандарты, потому что стандарты либо есть, либо их нет, да. И мое мнение таково, что здесь, в данной ситуации, стандартов просто нет. У Франции нету стандартов. У Франции нету стандартов в отношении какой-либо страны и так далее. Здесь абсолютно идет индивидуальный, индивидуалистический подход, когда дело касается предполагаемых интересов Франции. И, как мы видим, на данный момент Франция крайне заинтересована в том, чтобы каким-то образом укрепить свое политическое влияние в регионе. Пока у нее это не получается, пока это понятно, что это еще очень долгий процесс, длительный процесс. Я думаю, что вот это вот моменты попытки протаскивания резолюции в Совете Безопасности, попытки продажи оружия Армении, попытки укрепления каких-то определенных связей. Это все вот есть часть этого процесса, попытки вхождения Франции как реального игрока на Южный Кавказ. Сказать о том, что эти попытки сейчас крайне удачные, тоже очень трудно. Почему? Потому что эта резолюция, которую Франция пытается протащить в Совете Безопасности, скорее всего, потерпит большое поражение, как и в остальные резолюции, которые сейчас буксуют в Совете Безопасности. Это не только потому, что у Франции нет рычагов влияния в Совете Безопасности, да потому что Совет Безопасности, он на данный момент, в принципе, находится в состоянии блокировки из-за геополитической ситуации в мире, войны в Украине, войне между Израилем и Палестиной. То есть, все это укладывается именно в эти геополитические рамки, и Франции будет чрезвычайно трудно действовать на международной арене, не просто потому, что Франция это делает намного тяжелее, чем, скажем, США или Россия, но и потому, что геополитическая ситуация в мире и в регионе не способствует этому. Поэтому, я думаю, что придавать слишком большого значения тому, как Франция относится к Армении, Франция относится к Азербайджану, не стоит, потому что здесь налицо политический оппортунизм, налицо то, что Франция таким образом пытается привязать себя к правительству Армении. При этом Франция не прерывает экономических отношений с Азербайджаном, да. Давайте посмотрим, как развиваются отношения Франции с Азербайджаном, да. То есть, все экономические отношения сохранены, все отношения в культурной и социальной сфере с Францией сохраняются. То есть, если бы Франция действительно была на пороге Димаша и того, чтобы действовать по-настоящему против Азербайджана, конечно, были бы предприняты шаги и против Азербайджана тоже. Поэтому, я думаю, что вот эта фраза, которую мы очень любим использовать, политика двойных стандартов. Вы знаете, стандарты, они либо есть или нет. Стандарты, они все промислены в международном праве. А все остальное, это всегда отсутствие стандартов. Это всегда, когда стандартов просто нет. И почему? Потому что, ну, посудите сами, да, если мы говорим об отношениях с нашими родственниками и с людьми с улицы, да, то есть стандарты в этом случае всегда бывают именно двойные. Они не бывают одинаковые к близким людям и к людям далеким. В отношениях между государствами то же самое происходит, да. отсутствуют стандарты по отношению к различным государствам. Существует определенный круг интересов, которые государства продвигают. И поэтому говорить о том, что существует политика стандартов, это как бы говорить о том, что существуют отношения между государствами, и они разные, потому что отношения с государствами, которые находятся далеко От того или иного государства и отношения, которые находятся с близкими государственными соседями, они всегда разные. И поэтому, я думаю, что именно следует рассматривать действия Франции именно с этой точки, именно с этой перспективы. Того, что Франция имеет свой определенный интерес, она использует Армению именно для этого. И пока что это первые попытки, они очень в зародышном состоянии не приносят никаких результатов. Спасибо. Спасибо большое за Ваш комментарий. Кемал Макелялиев, доктор юридических наук, старший преподаватель Ютерборского университета. К нам подключался.